Дорогие друзья, всем привет на календаре 13 июня вторник. Да, давненько, Андрюш, тебя не было. Ну, знаешь, Вика, поэтому лови момент и пользуйся им по максимуму. Это программа «Наше все» в студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Ну, расскажи, как прошли твои выходные и праздничный день. Вика, знаешь, вот мои выходные и мой праздничный день прошел почти точно так же, как у тебя. Все вот эти выходные и праздники, они прошли в работе. Ну, скажи вообще, давай, о чем сегодня мы поболтаем? Ну, мы давно с тобой по вторникам не вели эфиры, поэтому разговоров и тем будет очень-очень много. Думаю, скучать не придется ни нам, ни нашим телезрителям. Поэтому, дорогие друзья, начинаем ловить волну позитива в начале рабочей недели. Это программа «Наше все». Поехали! Смотрите сегодня в программе «Наше все». Это про наших женщин, можно сказать, и в горящую избу, и коня на скаку. Но за маской каждой сильной и независимой скрывается тонкая душа, которая мечтает о маленьких радостях. Где эти радости приобрести? Подскажем. Его подкармливают, гладят и любят сотрудники Телемикса. Только вот Васька мечтает о семье. С котом, что на крыльце телекомпании живет. Познакомим. Окунуться в швейное дело на экскурсию по цехам предприятия «Алиса». Сходим и как создается одежда, посмотрим. А еще фильм на вечер посоветуем и нашу историю вспомним. Партнер программы – оптово-розничный магазин концтоваров «Бан Дум». Все необходимое в одном месте. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10 Б. Телефон 37 80 45. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Вчера вся страна отметила один из самых патриотических праздников, на мой взгляд, День России. Так вот, скажи-ка мне, Андрюша, за что ты любишь нашу страну? Знаешь, любят не за что-то, а просто так. А любят просто так. Вот молодец, молодец. Мы – великая держава, у нас красивая природа, очень добрые люди. Вот, например, жители Иркутска придумали полку добра, где все желающие могут приобрести товары первой необходимости в супермаркетах и оставить их для нуждающихся. Уссурийцы такое доброе дело практикуют уже много лет. Только, ну, название у нас чуточку отличается. Называется «Открой сердце для добра». Во многих супермаркетах города собирают продовольственные корзины, стоят копилки для отбора средств. Не только людям, но и животным помогают в наших горжах. Все верно. А еще меня поражают русские женщины. Мне кажется, известная поговорка «и в горящую избу, и коня наскоку» можно применить исключительно к российским дамам. Ну, да, это точно. Спасибо вам, милые женщины, что вы у нас такие. Мужество не отнять, но мы, мужчины, знаем под маской каждой сильной и личной дамы дается хрупкое создание, которое мечтает о приятных девочках. Такого ассортимента товаров в Уссурийске вы еще не видели. Торгово-выставочный зал «Евразия» готов встретить посетителей. Здесь даже самая избирательная хозяйка сделает выбор по душе. Магазин товаров из Южной Кореи и Китая. Сервизы, наборы ножей, посуда, контейнеры и прочая нужная мелочь. Причем все по очень доступным ценам. Огромный выбор товаров для дома. Ковры, пледы, покрывала. Ищите необычный подарок на свадьбу, годовщину или день рождения? Здесь найдется отличное решение. И красиво, и качественно, и недорого. Зеркала, картины ручной работы, фоторамки, вазы и панно. Какой подарок без праздничной упаковки? Здесь также представлен широкий выбор упаковочной продукции. Пакеты, банты, ленты. По пути можно и сковородку с кастрюлей прикупить. А главное преимущество – это бесплатный въезд на территорию. Огромная парковочная зона. Крупногабаритный товар помогут доставить на дом. Торгово-выставочный зал «Евразия» расположен по улице Резервная, 17. Время работы с 9 утра до 6 часов вечера. Без обеда и выходных. Напоминаем, вы смотрите программу «Наше все» в студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Сегодня вторник, 13 июня, и пришло время вспомнить историю города. 110 лет назад в Уссурийске появилась одна из самых больших и шикарных гостиниц города – Гранд Отель. Сейчас в этом здании располагается первая поликлиника. С этим местом связано немало легенд и слухов, но обо всем по порядку. Улица Краснознаменная всегда была одной из главных улиц города. На ней располагались многочисленные гостиницы. Правда, все они были на 2-3 номера. Поэтому, когда в 1907 году появляется двухэтажный Гранд Отель, он затмевает все остальные. Владелец здания – мещанин Гончаров, один из первых переселенцев. Он активно продвигал свой гостиничный бизнес – реклама в городских и краевых газетах. Заметки о самом лучшем отеле Никольск-Уссурийска встречались даже в сибирском вестнике. В советские годы Гранд Отель перешел в руки города и стал называться просто «Городской гостиницей». С 1935 года перешел к здравоохранению. До сих пор здесь лечат больных. До сих пор об этом месте ходят нелепые слухи. Мол, в свое время там был публичный дом или что в помещениях отеля белогвардейцы пытали большевиков-подпольщиков. Либо это как-то было связано. Не думаю. Хорошо. На самом же деле ничего подобного в этом здании не было. Вот такая вот небольшая историческая справка. Большое спасибо за это хочется сказать краеведу Николаю Паничкину. Именно он рассказал обо всем этом автору рубрики «Карта города». Ну а сейчас давайте отправимся на улицы нашего города. Что спросили, что вы спросите? Конечно. Смотрите, какое у них настроение. Ну, в 2017 году у нас родился ребенок, поэтому мы счастливы. Ну, вы про город спрашиваете? Вы про город, либо что у вас вообще в жизни еще происходит? Ну, едем на море летим. Летом. У нас все хорошо. Отлично. Хорошо. Что можете пожелать нашим горожанам? Радоваться жизни. Летом я хочу, чтобы были всякие праздники, и еще я поеду завтра в лагерь. Вот это хорошее то, что происходит. Ну, в 2017 меня уже обрадовало. У меня правнучка есть. А дальше уж не знаю, что будет. Что можете пожелать жителям нашего города? Прежде всего, благополучие, счастье во всем и успех. Ну, хорошее у меня будет в дальнейшем соревнование. Соревнование, тренируюсь, чтобы у меня были первые места, победа. Ну, а такого... Вот чем занимаешься таким спортом? Армейский рукопашный бой. Армейский рукопашный бой. Уже есть какие-то, может быть, медальники? Два первых и одно второе. Отлично. Перед этим я занималась 7 лет тэквондо. То есть ты за себя постоять можешь, да? Да. Я жду процветания нашего города, чтобы открылось больше культурных мест. Ну, чтобы и финансово было все хорошо. Отлично. Хорошо. А вот что можешь пожелать жителям нашего города? Ну, желаю добра, любви, хорошего настроения. Подхватываем волну позитива. Конкурс в нашей программе. Друзья, готовьте свои мобильные телефоны и набирайте номер, что сейчас видите на экране. Разыгрываем сегодня вот эти два билета в контактный зоопарк «Чудесный», что находится в селе Борисовка. Вопрос мы тоже решили задать вам про животных. Все мы знаем, что верблюд может обходиться без воды две недели. А вот какое еще животное дольше может и еще дольше не нуждаться в питье? Для участия в конкурсе достаточно прислать смс-сообщение или ватсап. С первым телезрителем, который пришлет правильный ответ, мы сами свяжемся и вручим вот эти два билетика в зоопарк. Хорошая новость. «Чудесный» расширился еще на полтора гектара. Два закадычных друга Лев и Пума уже переехали в новый просторный вольер. Наш контактный зоопарк – самый большой в Приморском крае. Кстати, любители диких животных могут стать опекунами ручных хищников. Это 50% на содержание каждый месяц. Разговор о животных продолжит рубрика «Наши питомцы». Бывает непросто выжить в каменных джунглях, особенно тем питомцам, которые раньше были домашними. Каждый день на улицах оказываются тысячи кошек и собак. Они становятся ненужными. Рыжика тоже предали хозяева. Однако он борец и в качестве подкармливающей ниши выбрал телемикс. Каждый день журналисты компании выносят коту что-нибудь вкусненькое. В Уссурийске есть дворы, где своих прикормленных бездомышей жильцы кастрировали и продолжают о них заботиться. А нам близок вот этот симпатяга. Рыжик живет на крыльце телемикса уже несколько месяцев. Мы его не гоним, а кормим. И даже подумываем стерилизовать. Ведь клетка приюта не всегда лучше разумной гуманности. Также ежедневно приходится выживать и другим животным. Фонд помощи «Надежда» старается этого не допускать. На попечении фонда больше 300 кошек и собак. С каждым днем их становится больше. Волонтеры работают от чистого сердца и исключительно на деньги неравнодушных граждан. Если вы нашли бездомное животное, обратитесь в администрацию на Некрасова 66, кабинет 204. И он станет еще одним жителем фонда помощи, а в дальнейшем ему подыщут дом и семью. Помочь можно не только материально. Принимают лекарства, ветошь и корм. Вам будут благодарны не только смотрители, но и сами питомцы. Дорогие друзья, время астрологического прогноза в нашей программе. Наши астрологи не смыкают глаз и все ради того, чтобы посоветовать, как вам и нам провести этот день. Поэтому давайте сделаем им приятное, послушаем и прислушаемся, и узнаем, как провести сегодняшний день, чтобы для вас он сложился очень удачно. Ну и по традиции начинаем с овнов. Вам необходимо придерживаться так-то и сдерживать эмоции в разговоре с начальством. Гороскоп предсказывает тельцу второе дыхание в любви, точнее в отношениях с избранником. Вы почувствуете, что больше доверяете любимому человеку и готовы для него на любые жертвы. Близнецы закружатся в водовороте событий, которые коснутся и личной, и профессиональной жизни. Успех может прийти внезапно, но его нужно удержать. Раку пророчат сегодня приятное романтическое путешествие, в которое оно отправится со своим избранником. В работе нужно стать дисциплинированным, иначе шустрые коллеги вас мигом подсидят. Лев. Возможен неожиданный звонок от человека, который предложит совместное сотрудничество. Любые варианты стоит рассматривать, а потом уже принимать решение. Гороскоп предсказывает деве романтическую встречу и выезд на природу. И то, и другое прибавит вам настроение до самого конца месяца. Весам любовные переживания настолько вскружат голову, что времени для работы не останется. Скорпионы, старайтесь жить в реальном времени, а не витать в облаках, особенно если дело касается любви. Стрельцу предстоит пройти проверку на верность. Учтите, если вы поддадитесь искушению, то уже ничего не изменишь. У Кайзерога сегодня ожидается масса новых впечатлений, которые он получит после общения с друзьями. Вадарей так страстно влюбится, что забудет про все на свете. Даже работа, которую вы так давно искали, покажется незначительным пустяком. Ну и наконец, гороскоп предсказывает нашим рыбкам чудесный день, когда многое будет складываться даже лучше, чем ожидалось. Финансовое положение у вас не просто наладится, а стремительно взлетит вверх. Вот такой вот позитивный гороскоп у нас сегодня. Верите только в лучшее, и оно обязательно случится. А еще никуда не переключайтесь. Далее небольшая реклама, после которой много всего интересного. Приветствуем всех, кто к нам только присоединился. Это программа «Наше всё». На календаре 13 июня. Виктория Сарада и Андрей Косицкий вместе с вами. Андрей, а тебе интересно какое-нибудь закулисье? Ну, как делается телевидение, я знаю. Что происходит за кулисами концертов и городских мероприятий, знаю тоже. Даже не знаю, в ком за кулиси я хотел бы еще побывать. А вот я всегда мечтала побывать на швейной фабрике и своими глазами увидеть, как проектируют и шьют одежду. Ну, Вика, твои желания для меня закон. Вот за что люблю свою работу, так это за чудо-монтаж. Буквально за одну секунду можно оказаться в любой точке нашего города. Сейчас я нахожусь на швейном предприятии «Алиса». Здравствуйте, Людмила. Рассказывайте, вот я всегда мечтала побывать вот внутри, скажем так, за кулисьем и посмотреть, как создается одежда. Вот рассказывайте, где мы сейчас находимся, что здесь происходит, как это все делается? Ну, сейчас мы находимся в дизайнерской. У нас здесь работают девочки-конструктора-дизайнеры. Они разрабатывают нам все наши красивые платья. Платья, эскизы, то есть все вот начинается здесь? Это самое сердце, я бы даже сказала? Да, да. Это самое наше любимое место. Вот здесь прям, знаете, вот в воздухе даже пахнет творчеством. Да, совершенно верно. Творчество. Кудесничаем, шьем и режем, потом опять шьем. Все происходит моментально. Расскажите мне, пожалуйста, вот что вы сейчас делаете? Я вижу стишки. Что? Для чего я? Ну, вот наметочка. Ну, это, как сказать, ткань новая у нас пришла, и вот с нее сейчас разрабатываем новые модельки. Платьишко будет для молодежи, в принципе, так вот веселенькое. Сейчас это шьется образец. Образец? Да, он, значит, примерится, потом какие-то будут доработки, и потом уже в конце, уже, как говорится, после всех этих доработок уже модель пойдет в производство. Если какие-то идейки приходят, значит, что-то добавляешь, что-то убираешь. Вот, потом уже меряем на наших девочек-моделек, так сказать. У нас, ну, производство для обыкновенных людей, не для моделей, поэтому, значит, наши модели берутся тоже из жизни. Вот. И это самое, уже смотрим конкретно, нравится, не нравится, что туда можно добавить. Как градация лекал, да, то есть по какому размерному ряду работаете? Мы работаем, значит, по российскому, там еще советские стандартные, значит, по объему груди. Вот, в принципе, в общем-то, эти размеры, они, вот, как сказать, отражают действительно размер, вот, как сказать. Не 90-60-90, да, а вот реальный размер человека. Да, ну, и еще, значит, работаем на этот самый, женщин больших, вышлих, да, вот, потому размеры, есть модели большие, большого размера вещи, ну, довольно сложно где-то купить для себя. И, в общем, стараемся разнообразить модельки, чтобы это были не однотипные, а что-то всегда уносить в свежее, новое. Хорошо, а как вот придумываете эскизы для одежды, как такие идеи рождаются? Не знаю, они рождаются. Просто в голове. Вот порыв творчества. Ну, да, это все, но, во-первых, это и жизнь, и с того, что вот видишь вокруг, ну, это интернет, само собой, это журналы, это то, что нравится тебе, то, что нравится твоим подругам, родственникам. Все равно это вот как-то, оно откладывается, и в итоге... А сами носите вещи, которые создаете? Да, всегда. А каково вот, когда идешь по улице и видишь человека в одежде, который ты придумал, вот каково это чувство? Ну, это очень приятно. Сначала все придумывается, да, делаются лекала, и после уже все отправляется в этот цех. Как он называется? Да, это называется закройка. Здесь девочки берут лекала, вот у нас они находятся перед нами, раскладывают, раскладку делают, чтобы было очень экономно, все, чтобы побольше изделий вышло. Вот, потом режут, все вот это вырезают нам на ножах специальных, вот девочка у нас режет ленточным ножом, это большой профессиональный нож. Ну, есть и маленькие ножи, которые тоже где-то дорабатываем, где-то ими подрезаем. И все, потом стопочками икрой складываем, размерные ряды с 42-го, там, и до 56-го или до 58-го складываем, и все идет в цех. Слушайте, ну, работа с ножами все-таки сложная, да? Да, очень опасно, конечно, это. Девочки должны быть очень внимательные, отвлекать их нельзя, потому что они сосредотачиваются на своей работе, и поэтому мы сюда стараемся, как говорится, ну, лишний раз не тревожить их. В данный момент мы находимся в швейном цеху фабрики «Алиса». Сейчас здесь происходит пошив одежды. Сейчас у нас большой заказ на тысячу экземпляров, сейчас 20 человек над ним, и срок у нас короткий, в короткие сроки. Как можно быстрее нужно это все выполнить? Да, нужно быстрее, потому что заказчик, ну, требует свои условия. Одновременно выполняете заказы, например, корпоративные и там, ну, для личного пользования, например? Да, обязательно у нас идет параллельный отшив для массовки. Мы шьем городу, ну, для людей, обычных людей. Многие думают, что сидячая работа, ну, никаких неудобств не приносит. Но на самом деле, вот расскажите о нюансах, о тонкостях и о трудностях работы. Да, конечно. Девочки очень устают, потому что работа сидячая. Сидеть приходится им долго. Перерыв у нас сейчас с 12 до часу, и поэтому у нас есть маленькие, короткие перерывы, которые происходят 10 часов вести, минуточка. Девочки могут сходить, ну, по своим нуждам, чай попить, потом сесть и дальше работать. Потом в 3 часа обязательно то же самое, потому что затекает спина, устают плечи. Все как обычно у всех людей, потому что долго сидит. Сейчас мы находимся в гладильном цеху. Здесь у нас происходят заготовки, мы утюжим. Также мы утюжим готовые изделия, и уже они у нас поступают в магазин и кругом. То есть это последняя, скажем так... Да, последняя, завершающая стадия. Рассматриваем, значит, на предмет брака изделия. То, что нам не подходит, мы убираем. То, что хорошее, идет в магазин. Скажите, в чем заключается ваша работа, что вот вы делаете, и что это за машина? Это машина, которая клеит клеевую, для того, чтобы было пожестче, как сказать... Ткань сама, да? Да, да, чтобы оно потом стояло плотно, чтобы было. Ну, чтобы оно стояло, и не просто там мягкое было. Ну, такие полуфабрикатики делаем. Потом он... Полуфабрикаты могут быть не только котлеты? Да, и у нас тоже могут быть полуфабрикаты. Ну, а вас чем привлекает ваше занятие, ваша работа и вообще ваш труд? В чем? Одежду для людей. Ну, как же... Люди носят, красивые. А приятно видеть вот на людях одежду, которая вышла из-под... Вот, в которую вы вложили частичку себя? Конечно. Очень приятно, когда видим, всегда так гордимся тем, что это мы шили. Ну, вот мы и дошли до финального места, скажем так, до магазина, где представлена вся одежда, которая шьется вот здесь. Да, здесь у нас магазин своеобразный, куда к нам приходят наши любимые покупатели уссурийцы и покупают нашу одежду. Ну, я смотрю, что здесь размерный ряд абсолютно разный, разнообразный. И для худеньких, молодежные есть платьишки, да, то есть кофточки, я смотрю, и для дам в теле. Да, дам в теле мы не обижаем, тоже стараемся не обижать, ну, стараемся придумать дизайн. Как часто ассортимент меняется в этом магазине? Ну, ассортимент мы стараемся менять очень часто, потому что стараемся, как говорится, ну, всем угодить, и чтобы модели наши обновлялись все время. Не было такого, чтобы мы же взяли одну модель и ее начинаем шить. Нет. Мы обязательно меняем ассортимент свой, следим за модой, ну, и более-менее что-то подбираем, чтобы было всем комфортно. А вот если, например, ну, мне понравилась вещь, да, вдруг она мне большая или маленькая, я могу прийти к вам и вот, ну, скажем так, прям очень рознично заказать вот отдельный вариант одежды, вот именно то, что вы придумали, все, что вы сделали, но вот с другим размерным рядом? Ну, бывает так, что приходят к нам люди, которые покупают, и, допустим, что-то не устраивает их, допустим, в талии убрать или по бедрам ушить. Мы не отказываем, делаем все возможное. Я заметила, что у вас прям разнообразные стили, да, есть и классические платья, и спортивные кофты, и спортивные футболки. А мы стараемся, ну, как говорится, никого не обидеть. В том году мы начали шить на школу, шить фартуки, футболки, значит, шортики детские на физкультуру. Мы выставляли свою продукцию на ярмарке школьной, был большой спрос. Ну, с ассортиментом разобрались, поняли, что здесь на любой вкус, на любой цвет, на любую фигуру и на любой возраст. Ну, а если вдруг кому-то из наших телезрителей какая-то вещь порадовала глаз, рассказывайте, куда приходить? Можете обращаться по Пушкино, переулок Пушкино-2. Всегда ждем. Работаем мы с 8 до 6. Ну, приходите, будем рады. Приветствуем еще раз всех зрителей. Это программа «Наше все» в студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Уже несколько раз у нашего друга Марка Чернослива появлялось видео, где романтик мужчина цветы из клумбы срывает. Ну, в первый раз было забавно и мило за этим наблюдать. Казалось бы, на что только не пойдет человек ради любви. И вот во второй раз попадаться тем же занятием на том же месте уже как-то немножечко странновато. Ну, а в третий раз и вовсе постыдно. Мужчина, не делайте так больше никогда. Жители улицы Францова сажают цветочки для красоты, а вы их просто берете и вырываете. Для своей красоты, да? Ну, не знаю, для чего там. В общем, друзья, давайте любить наш город и делать его красивее. А если видите, как кто-то вредит благоустройству, смело снимайте на видео и присылайте к нам. Будем показывать эти проступки, чтобы было неповадно. На весь город. Всем привет! В эфире программа «Мобильно» и с вами Андрей Козицкий. И сегодня у нас выпуски. Кто знает, как выглядит НЛО? Авария на трассе Хабаровск-Владивосток. Косичка вместо мышей. Неизвестный объект и снял на камеру мобильного телефона житель Усриска. В небе он заметил три мигающие точки. Что это такое? Вопрошает мужчина. Ответить ему мы не можем. Если кто знает, то пишите. Есть люди, которые хорошо умеют петь, танцевать и даже рассказывать анекдоты. А есть и те, кто может комментировать. Ну, не поверите, что комментировать аварии. Улица Комарова, Уссуриск. Вот так вот он выезжает боком-боком. Сначала газу, газу, газу. А потом тормози дерево. И все сразу понятно. Вот так произошла авария. Авария с погибшими произошла на трассе Хабаровск-Владивосток. Сняли ее проезжающие автомобилисты. На живописной трассе произошло ДТП, как в фильме ужасов. Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с грузовиком. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя. В живых осталась 7-летняя девочка. Еще одна авария произошла недалеко от Уссуриска. По словам очевидцев, два человека погибли. ДТП произошло под селом Покровка, недалеко от Уссуриска. На дороге столкнулись отечественный УАЗ и японская корона. По предварительной версии, два человека погибли. Не было в доме мышей, а было много карандашей. Помните, в этом доме нет мышей, но есть косичка гостей. Вот такое развлечение себе устроил кот. Ему так приглянулась косичка девочки, что он только и ждал повода, чтобы подергать за нее. Ну что ж, друзья, если и у вас есть то, чем удивить, рассмешить жителей нашего города, то присылайте свое видео на номер, который указан ниже. А программа мобильная на этом заканчивается. Не знаете, чем занять себя сегодня вечером? Мы здесь, чтобы помочь в этом вам. Сегодня в 21.00 на нашем канале вы сможете посмотреть кинокартину «Пеликан». Название интересное. Что же это за фильм такой? Ну, сюжет тоже, кстати, очень интересный, но только название. После смерти жены мужчина отказывается выходить на улицу и не хочет общаться с единственным сыном. Жизнь теряет смысл, перестает для него существовать. Однажды мальчик находит птенца-пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его в жизни. Фильм обещает быть очень интересным. Сегодня обязательно посмотрю его. Конечно, посмотри. И вы, дорогие друзья, тоже включайте наш канал в 21.00 и смотрите фильм «Пеликан». Ну, это будет вечером, а сейчас... А сейчас, дорогие друзья, самое время окунуться в нашу историю и узнать, что происходило в нашем любимом городе много лет назад. С началом лета в Уссурийском музее началась выставка, посвященная советскому детству. И на ней представлены различные предметы, игрушки и развлечения советских детей. Вот представлена такая вот неваляшка, такая вот мукла, которая у многих была в детстве. И многие с ней играли, многие их помнят. Многих использовали в подростковом возрасте, но уже с другими целями, так как они изготовлены были из таких материалов, как целулоид, который прекрасно горит. И из них изготавливали либо ракеты, либо дымовые шашки самодельные, которые использовались также для различных забав подростками, допустим, в школе или во дворе. Приглашаем родителей, детей посетить наш музей и поучаствовать в игровых программах «Здравствуй, лето», на которых есть возможность познакомить детей с играми нашего детства, с советскими играми нашего детства, в которые все мы играли, в которые родители играли, ну, может быть, уже подзабыли. Можно познакомить детей с вот этими вот советскими нашими развлечениями нашего детства. Дорогие друзья, время нашего эфира плавно подошло к концу. Сегодня хоть и вторник, но все же начало рабочей недели, поэтому набираемся сил и позитива на последующие будни. Помните, только вы сами делаете свое настроение, и каким оно будет, зависит только от вас. Не забывайте писать нам в социальные сети и задавать интересные для вас вопросы. Пишите комментарии под яркими фотографиями в профиле «Наше мнение» на профиле телевизора. Профиле «Наше мнение» на профиле телевизора. Вот, король тавтологии сегодня. Подписывайтесь на наш инстаграм. Давайте будем делать телевидение нашего города вместе. Участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте крутые подарки. Эфир встречайте. Среды. Тоже, да, заразили? Тоже, вот это конец. Эфир среды, друзья. Чувствуется, что первый рабочий день. Да. Эфир среды. Встречайте с нашими Ульяной Жула и Александром Набоком. Ну, а сегодня заряд бодрости и позитива вам дарили Виктория Сарада. И Андрей Козитки. Увидимся в четверг. Ну, а на сегодня что, Вика? А на сегодня, Андрюша, все. Наше все. Партнер программы – оптово-розничный магазин канцтоваров «Бан Дум». Все необходимое в одном месте. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б. Телефон 378045. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, это наше все.